Алоха всем, друзья! Снова рады вас видеть, это мы, Броук, и сегодня мы вам расскажем о матче против Фрихат Медиа. Точнее, подготовке к этому матчу, потому что от него во многом вообще могло зависеть будущее футбольного клуба Броук Боис и людей, работающих в этом клубе. Ой, 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 ой! Это что такое нахрен было? Было минимум три причины, почему игра с Родиной Медиа для нас была делом чести. Это и поражение в матче на 500 тысяч, когда, на мой взгляд, были странные судейские решения, хотя часть из них потом оказалась, на самом деле, верными. Блядь, вы просто нахуй судьи уважаемые сломали пизду игру, блядь! Потом был матч, когда мы вылетели в 1-4 финала в обидной серии Bulletality. Потом Тарасов и Текила ушли от Ольва и создали команду Родину Медиа, где было принято самое ужасное решение судей за всю историю, который прямо на ходу придумал правила, и мы потеряли первое место в группе, что, возможно, стоило нам прохода в полуфинал. Затем был суперкубок МФЛ, которым мы также проиграли. Родина каждый раз меняла название, точнее, Текилы и Тарасов. Они привозили новых футболистов под каждый турнир, и с ними попросту было неприятно в соревновательном плане играть. И вот это была важная победа в плане чести. Ну, это ментальное преодоление было. Обыграть, потому что казалось, это будто какое-то наваждение с этой Родиной Медиа и событиями, которые происходят. У меня нормальные отношения с Димой Тарасовым, нормальные отношения к Оряке, к футболистам. Но что касается их главного персонажа внутри клуба, это Саня Текила, то здесь много у нас конфликтов. Выходило именно смысловых по ходу даже подогрева к этому матчу. Наша концепция — ебать вас до слез и слушать ваши оправдания. И еще наша концепция — ебать Броукова! Полный отсос, конечно. Родина, плаки-паки, до свидания, встретимся дальше. Иди сюда. Что, если говорить о персонажах, здесь тоже есть вопросы, потому что, допустим, с Володей XXL несколько раз пытались нормально общаться, и, допустим, перед финалом Суперкубка я даже приходил к нему на запись ролика, говорил, Володь, как у тебя дела, все ли нормально, как там твое здоровье, беспокоюсь за тебя, давай уже берись там за голову. Тогда он говорит, да, Дим, да, вот я вот все уже постараюсь. И буквально после победы, которую они одержали в финале Суперкубка, Володя XXL начал рассыпать соль, говорить там что-то про солевых, оскорблять Артема, оскорблять меня. Чем все закончилось для Володи XXL? Ну, вы знаете, вскрылось то, что он наркоман. Я нахожусь в рехаве. Наркоман, игроман и человек, который прожигает свою жизнь. Это действительно один из худших примеров для молодежи среди всех участников медийного футбола. И, конечно же, все могли бы поверить, что он исправляется, но на матче с Родиной Меди опять шли с его стороны оскорбления, ну и вот эти слова о том, что он со всеми пагубными привычками поборолся и вообще ничего не употребляет. Они развеялись тут же, потому что прямо на матче, прямо стоя на поле, он закидывал себя снюс. Володь, а ты-то давно вышел с этой хуйни-то? Так, Геннадий, а что это? Пошел нахуй! Геннадий, все! Я вообще когти выпускал. Ребята, меня просто человек за волосы сзади схватил. Я иногда задумывался о том, что происходит в медийном футболе, и становится страшно. Если говорить всерьез, конечно, есть люди, которые вызывали положительные эмоции. Желаем здоровья Атару Кашинашвили. Счастью желаем ему здоровья. Это человек, который много веселья приносит в любой области. Дима вообще его считает не лучшим персонажем внутри медиа футбола. Именно мнение, что это самый ценный в Родине уж точно. Ну и также Дима Тарасов, мне кажется, тоже всегда положительный чувак, который просто любит футбол, любит повеселиться, еще что-то. Он достаточно искренний. Теперь о том, почему этот матч был важен для нас. Вы, наверное, прекрасно знаете, у нас хороший бюджет клуба. Спасибо огромное нашему главному партнеру и другим партнерам, в том числе, которые нас одевают, которые нас лечат. Но мы не клуб-олигарх по меркам медиафутбола. Вот Родине, Тудрот, Самкал, Десятке. Я думаю, что мы, к сожалению, не конкуренты. Ну, мы не конкуренты, может, сейчас финансово. Грубо говоря, нам, чтобы больше зарабатывать, нужно реально выигрывать. Нам нужно выигрывать, делать результат, который нас вводит на новый уровень. И на пути к этому новому уровню стоял самый сложный соперник из всех возможных в этой стадии, на мой взгляд. Потому что у нас был ментальный затык с ними. Всегда, когда мы шли к какому-то успеху, у нас все было неплохо, всегда появлялась Родина, на спорте. И реально они нам вставляли палки в колеса. Нам важна дорога в Кубок России. То есть даже не только в Кубок России, а нам важен план существования. Потому что каждую прибавку к бюджету мы заслуживали. Либо достижениями на поле, либо в какие-то моменты медиа. Сейчас мы не отрицаем, сделали ставку на футбол. Потому что нам важно, чтобы команда как можно в большем количестве турниров участвовала. Именно для этого мы ездили на Кубок ФНЛ. И была везде конкурентоспособна не просто отбывать номер. Потому что зайти, вы знаете, и в МКС, и в МФЛ везде. И просто отбыть номер – это один путь. А вот чтобы ты мог реально претендовать на победу везде, даже на Кубке ФНЛ, где были профессиональные команды. Извините меня, мы играли в финале. Ребята, это другой уровень. Нам очень важна была дорога в Кубок России. Потому что, если бы мы проигрывали Родине, то о Кубке вообще не могло быть и речи. Даже о Wild Card, который, в принципе, сейчас можно разыграть еще и в игре за третье место, если вдруг что-то произойдет. Хотя, конечно, мы отдаем себе отчет в том, что в матче с Fight Nights именно мы фавориты. Мы бы 100% лишались зимнего суперкубка в Абудабе. Мы бы, возможно, лишались, если бы у нас там начали перепокупать игроков под Кубок России, там еще подо что-то, какую-то часть, возможно, футболистов. Ну и главное, из-за некоторых обстоятельств Игорь даже объявил нам, что он уйдет в оставку после окончания сезона. Но ситуация в команде разрешилась. То есть он объявил буквально через день после Родины Медиа, когда узнал о том, что ребята играли в LFL, но и команда встречалась много раз друг с другом. И мы встречались с ребятами, вроде эту эмоциональную яму, из нее удалось выбраться. Нам, ребят, реально важно выходить на новый уровень. Сейчас новый уровень, помимо, естественно, Кубок для нас приоритет. Мы идем не обыгрывать Родину Медиа или Тудрос. Ребят, без разницы кто. Мы идем за Кубком, пацаны четко поставили себе цель. После первого матча, я не знаю, может, я ошибаюсь, но я чувствовал, что где-то есть какая-то определенная недосказанность, есть определенная конфликтность, и люди не понимают, что происходит. Где-то там, возможно, чуть-чуть с трансферной компанией, с медициной, с восстановлением, с еще с чем-то, еще с чем-то, еще с чем-то. И у нас был там в понедельник разговор с Артемом. Я говорю, Артем, я сейчас все просто вывалю, как есть на самом деле. Но Артем тоже такой, типа, пришел на стрим, говорит, да, пора, все, короче. Ну, если вы думаете, это пиздец, как весело, нет, ребят, не весело. На самом деле очень много денег и сил было потрачено, и очень много обещаний не выполнено. Когда ты в такой парадигме живешь, и тебя постоянно что-то наебывает, тебе просто становится неприятно, это накапливается, накапливается. Мы не можем себе снять ответственность. Любые результаты, мы за них должны нести ответ. Мы берем людей на работу, мы даем им то или иное там пространство для их действий какое-то, понимаете? Мы наделяем их обязанностями. Вся критика, даже внутри нашего коллектива относительно кого-то, она все равно в том числе и критика самих себя. Мы же не отмазываемся от того... Ну, и общественная критика в основном обращается к нам, потому что мы сами создали такие условия, чтобы взять и брать на себя негатив. Естественно, да. Мы две говорящие головы внутри команды. А нам люди говорят, вот вы все скидываете на того, на того. Да ни на кого мы не скидываем. Мы просто принимаем решение, исходя из того, что мы видим, как происходят дела на данный момент. И нас не устраивало, так как происходили дела на момент первого матча. Ну, и поэтому мы в какой-то мере так получилось, что ушли недовольны. Не ушел Артем. То есть он, видимо, подумал, что мы его будем убирать. Когда мы скажем, что выложим ролик, он написал о том, что готов уйти хоть сегодня. Ну, и, соответственно, это сегодня произошло, когда Артем тогда в эфире, уже зная об этом сообщении, сказал, что все тогда. Почему это решение зрело? Ну, я думаю, об этом сказал сам Артем Хачатурян, который сказал, что давно не уважает райзена. В прошлый раз он говорил, что давно уже не уважает меня. Когда уходил до этого, демонстрировал открыто свое неуважение. Если человек в любой компании открыто готов рассказать о своем неуважении в какой-то момент, и если он чувствует неуважение к руководству, то это, простите, все равно бомба замедленного действия. Продолжаю говорить, что это прекрасный скаут, прекрасный скаут. Мы хотели, чтобы вот в этом офисе у нас создалась некая рабочая атмосфера. Чтобы Артем, как он говорил, живого Денцова, приходил сюда, креативил, создавал. Мы что-то снимали, постоянно обсуждали игроков и просматривали вместе. Ну, то есть, чтобы у нас просто шла работа. К сожалению, этой работы не случилось, и поэтому было принято такое решение. И вообще не понимали даже, как команда будет относиться к тем решениям, которые мы приняли. Вообще, как это все повлияет, но дальше продолжаться не могу. Но команда, что удивительно, она тоже после матча с Родиной сплотилась и собралась. Насколько я знаю, в течение недели было 4 или 5 собраний просто с участием футболистов. И, конечно же, рассматривалась в том числе и эта ситуация с Элишером. Мы, честно говоря, не планировали его штрафовать. Уже там после первого дня, когда провели здесь стрим, мы поняли, что никого мы штрафовать уже не будем. Не, я завязал. Фокус на другом. Поэтому все, что это так. Дальше больше. Какое-то... Ну, это твое внутреннее решение? Или вот... Не, не, мое внутреннее. Если человек сам, типа, подумает об этом и примет, то его собственное решение. Никто не может на него, его заставить, о чем-то. И, конечно, хуже штрафа были те слова, которые ему ребята во время собрания наговорили. Они наговорили, конечно, много хорошего, что от него сейчас многое зависит в клубе. Но и много такого, что заставило удовлетвориться. Здесь нужно вообще подчеркнуть роль капитана. Вот у нас Илюха Давыдов – это полноценный лидер, который следит за всем, что в клубе происходит. Он хорошо чувствует, когда начинается какое-то разложение. И он вовремя взялся, он собрал ребят перед первой тренировкой. Они договорились относительно ЛФЛ. Они понимают, какие риски стоят. Здесь дело не в том, когда ты играешь. Здесь дело в том, что мы находимся на финальной прямой. Здесь, даже если у тебя есть риск в 5% получить какую-то травму, ты должен его избежать. Мы сейчас должны от себя сделать максимум. Самое важное, что мы понимаем, что коллектив это сам чувствует. Так же, как чувствуем мы. Для нас, для нас с Димой, это был самый, блядь, важный матч в нашей истории. Парни, первый тайм играем в футбол. Не с им. Не с им, блядь, обрезали. Как Сергей говорит, блядь, срежь три уверенно, срежь три уверенно, блядь. Обрезали друг за друга, доиграли, похуй. Собирали. Не бойтесь брать на себя ответственность, блядь. Пора каждому из нас взять на себя ответственность. Ни одному, ни двум, ни трех. А всем, блядь, 26 человек, сколько нас, блядь, 30. Всем взять ответственность и хуярить. Ну и, конечно, приходилось принимать острые решения прямо по ходу. Нужно было вводить всех травмированных в тренировочный процесс. В состав вернулись и Бельга, который создал самую смешную телегу медиафутбол этого месяца. И Табрис Мирзоалиев, который был травмирован в результате того контакта с футболистом и Козлов. И Гиля. Вернулся и Гиля, которого в подходе восстанавливали усиленными методами. И вообще не верилось, что он сможет опять бегать. И Гиля нормально начал тренироваться. Приехал из Дубая Макс Майрович, который разорвал контракт с грузинским Телави. Чуть-чуть все уже более-менее восстановился Паша Яковлев. И всю неделю мы пытались восстановить Антона Васильевича Соснина, который также ездил в клинику, проходил и делал процедуры. И это было ключом к возможному успеху, потому что мы не понимали, ребята подойдут или нет. Но хотя бы на 3-5 минут они должны были выйти. По этому подходу, ребята, огромный респект. Они очень вовремя появились в течение сезона, как и наш врач Марат. Поздравляем его с получением красного диплома, между прочим. Он большой молодец. Он, во-первых, прооперировал Бельгу в кратчайшие сроки. Очень быстро сориентировался, буквально за день. Восстановили они вместе с подходом Табрика очень быстро. Мы наконец-то наладили медицинский кабинет в стадионе. Он проявил инициативу. Мы могли раньше это сделать, но сейчас у нас прямо на стадионе есть геймреди, есть магниты. Игроки постоянно могут этим пользоваться. То есть мы конкретно в самый нужный момент смогли сделать систему, которая игроков подводит к матчу и восстанавливает. Ну и, конечно же, на этот раз с тренерским штабом мы заранее начали готовиться к серии Булеталити. Рассматривать все варианты, потому что того же Табрика, например, и Витя Чехачихина, который кувалдой, изначально не было вообще списка людей, которые едут в Нижний Новгород. Было принято решение их включить. Мы начали рассматривать различные варианты с теми, кто бьет Булеталити, когда проводить замены. Ну и, конечно же, отправили в Монтану смотреть тренировки Родины Медиа. Всем известный факт, что у Родины база это Спартаково, есть на Преображенской площади. Я приехал в первый раз перед первым матчем. Все разведал, там две поляны нашел, откуда лучше всего посмотреть. И пошел в администрацию, узнал время, когда будет тренировка у Родины. И либо я херово услышал, либо мне сказали неточное время. И перед первым четвертьфиналом я проебал тренировку Родины Медиа. Второй раз. Поехал уже перед вторым четвертьфиналом. Мне сто метров остается доехать, там все очень близко. И начинается вот этот великий ураган в четверг. Меня заливает водой нахер просто. У меня вода в ботинках. И я вижу, что выходит Родина. А у меня, из-за того, что я ехал под этим ураганом, с двухпровод от зарядки, и сел телефон. До метро купил первый пауэрбанк, попавшийся с бесконтактной зарядкой. Вернулся в подъезд, весь мокрый, стоял и снимал час, как Саня Текилл поворотом бьет. Скинул отчет по африканцам, снял, снял, как они из-за обороны выходят. Что ты снял там? Ну я снял, как они выходили из-за обороны, там один угловой был. Ну просто тренировка с выходом, у них час, они выходили из-за обороны. У меня там есть каких-то процессов опускаться. Это вот реалии. Потому что в какой-то момент тебя вот так щелкает, и ты понимаешь, что... Все по пизде идет, блядь. По-другому не назовешь. Пацаны, я даже в какой-то момент дошло до того, что я исключил шину из делегации, которая едет. Но я исключил шину, потому что мне не понравилась их коммуникация с врачом. Что такого, тем более в понедельник машине там чуть-чуть зарплату подняли, а во вторник уже случилась эта ситуация. Но в конце недели я, конечно же, оттаю, потому что шина – это символ команды. Чтобы он не делался, шина – это абсолютный символ. Шина тоже вовремя сориентировался, и вместо того, чтобы тренироваться на искусственном газоне в Нижнем Новгороде, он нашел нам поле, которым заведует папа Саня Оу-Джи. И мы приехали, поле с натуральным газоном. Прикольно потренировались там с детишками в Граце. Ребята жалуются, говорят, где тренироваться, поздно и все еще. Посмотри направо, налево, в любом месте натуралка, выходи, тренируйся, он глянет. Просто идеальные поля. Так как мы тренируемся только на настоящих полях, соответственно, мы приехали. Два часа мы мимо проехали, и местные красоты примерно приехали посмотреть. Вот здесь, соответственно, современный санузел. Ну, в целом, все условия для того, чтобы нормально сходить в туалет есть. То есть, ну, дверь можно закрыть, постараться, по крайней мере. Типа, ну, крапивой можно прикрыть. Я так понимаю, что это персональные чьи-то санузлы в виде туалета. Это вот, наверное, того, кого искали, это тот, кого нашли. В целом, бумаги здесь нету, но есть крапива. Ну, соответственно, запах здесь не сильно остается, потому что здесь очень хорошая выдувная система, соответственно. Вот, то есть, если зимой захочешь сходить, ну, возможно, тебя чуть снегом прикроет, но в целом можно и не потираться тогда будет. Мне хочется посмотреть, что, соответственно, за душ. Если душ еще такой прекрасный, а вот, вот и воду подключили здесь фильтрованную. Прям с источника течет. Вот здесь вот заебись. Хорошо, блядь. Пожалуй, не буду пробовать ее. Ну, вот это, наверное, скорее всего души есть, как я понимаю. Чувствую, мы обратно два часа просто вонючими поедем, я не знаю, кто. Знаешь, вот не хватает еще на фоне коровки, которая будет по полю ходить и будет вообще великолепно. У меня сразу ностальгические воспоминания из детства вот эти. Короче, это очень круто. Я хочу, чтобы мы здесь медиалюгу проводили, если честно. В Гороце, пожалуйста. В Гороце и на Краснодар Айфон Арене, и на Луче, блядь. И вот перед игрой у меня вообще болело, типа, весь день все. То есть, у меня было такое нервное напряжение, что мне казалось, что я даже думать не могу. И ночью, короче, к нам в номер приехал райзен ко мне. И я вижу его, у него лицо было, он был просто в охуе. Потом я ему начал говорить, я говорю, ладно, блядь, смотри. Все, мы проебали клуб в какой-то момент. Надо четко, типа, это признать и просто начинать работать. Ведь даже если мы клуб проебали, то мы все равно еще никуда не вылетели, все нормально. Короче, у нас были такие качели, кто-то в тильт провалился, кто-то наоборот. Да, блядь, на самом деле, да. Я приехал, у меня более-менее было состояние такое. Ну, я понимал то, что напряжение, все, оно чувствуется, но как бы более-менее живое. Этот, говорит, все пиздец на охуе. Все, блядь, все, типа, закончено. Я говорю, Диман, говорю, ну, нормально все, жизнь налаживается, все равно, все хорошо. Начал в то русло. Пока я ему плюс мораль делал, сам задезморалился. И по итогу я уже к матчу подошел, вот так вот сижу и думаю, блядь, мне все заебало. Да, я прям на поле стою. Просто я стою, смотрю. И он говорит, нахуй, все. У меня от эмоционального, вот, какого-то, я не знаю даже, как это объяснить, все нормально было. Но вот конкретно подошло так, что я прям стою и понимаю, ну, все, это невозможно терпеть уж. Казалось бы, да, у меня этот final moment должен был быть, когда я там дрался, потому что там на кону, типа, моя чистая репутация. Вообще такого не было. Типа, там окей, а здесь я как будто выхожу и думаю, блядь, сейчас проиграем, я умер. Вот прям такое ощущение было, клянусь. Я захожу в раздевал, и там пацаны сидят, блядь, вот это мушвига лицо, вот он просто вот так в наушниках. Я понимаю, блядь, сегодня пиздец будет матч. Блядь, откровенно, вот честно говорю, ногу сегодня сломаю, вообще жалеть об этом нихуя не буду. Рад таких игр мы тренируемся, ради таких игр мы играем, пацаны. Вообще ни разу не пожалею, блядь. В любой стык пойду, за другого доиграю, пацаны. Я еще в течение всей недели искал какие-то, типа, зацепки, почему нам должно повезти. Ну, во-первых, потому что Нижний Новгород, мы здесь уже там выходили на первое место. Там важный матч был с Сахалинцем, там мы его на уверенности 1-0 как-то добили. Во-вторых, отсылки были к прошлому году, когда ровно в те же даты, плюс-минус два дня, мы неожиданно, когда пацаны, там, Мушвик поиграл в ЛФЛ, мы взяли и 0-0 сыграли, проиграли по буллитам. Такой же говноматч, как и с Родиной, когда, типа, легче было проиграть. Потом, через несколько дней, у нас должен был быть матч с ответный Самкалом, и мы там подошли, и существенное движение вперед сделали на скандале, ну, на конфликте тоже внутри команды, когда там все могли там либо встряхнуться, либо еще что-то, и неожиданные голы мы там забили, да, шины забил. Вот, плюс ко всему, какие-то такие события, я приехал ставить в ГАИ машину, получать номера, и там чувак, который проходит осмотр дела, там вот это смотрит ВИН, номер и так далее, он говорит, так, Димон, вот он заходит, говорит, подпиши бумагу, говорит, вот у тебя золотая медаль, короче, шоколадная, говорит, держи ее в руке, вот, весь матч держи ее в руке, и у тебя просто будет 100% повезет в этот день. И я еще приехал домой с этой, типа, медалью, я говорю, Настя, вот мне что сказали, жене, я говорю, типа, давай ее в холодильник положи, чтобы не растаял. Она говорит, нет, ни в какой холодильник, я сразу в сумку кладу, потому что ее, типа, забудешь, эту медаль, просто, типа, она в сумке у тебя будет лежать, не растает. Я, типа, так, да, так эта медаль пролежала, я и установку, и весь матч, и все, и серию Булеталити вот с этой шоколадной медалью вот так вот проходил буквально всю игру. Вот мы своими разговорами примерно вот эпичность этого матча возвели до степени, что дальше, блядь, просто конец. И команда возвела сама по себе тоже эпичность матча, потому что они даже в день игры, там, и за день до игры, типа, когда мы все думали, что они там спят, они тоже там где-то в лобе, в пае, все встречались, и там тоже были какие-то прям жесткие разговоры. Знаешь, они игру обсуждали, я видел, сколько у нас, мы выросли в чем, коммуникации внутри коллектива. Мы в кей-момент должны реально, вот сейчас мы должны выигрывать, мы этот сезон играем, блядь, преодолевая наши самые страшные страхи, мы туда заходим, блядь, и я вам скажу, что 1-4, блядь, Родина, это пиздец какая совокупность, ну, вот реально сложности. Это самая, блядь, неприятная команда в МФЛ по игре, самая. Дальше у нас будет Fight Night, это тоже, ребята, будет жесткий матч. Но я уверяю, блядь, в финале, в финале мы другие будем, не такими, как до этого. Мы должны туда дойти, мы должны в этом сезоне показать историю преодолений. Иначе смысловой нагрузки реально нет, никакой в этом во всем. Нам нужен этот кубок, блядь, России для роста клуба. Мы должны куда-то идти, нельзя на месте топтаться, нельзя просто выходить в финалы, везде ездить и говорить, мы выходим в финал. Нет, блядь, мы внутри с давлением, со всем этим, но это наша оптимальная форма, мы реально выдаем. Есть люди, кого это подавляет, есть люди, на которых давление сказывается. Нет, мы за все время, что угодно, я уверен, что сейчас даже комьюнити понимает, насколько мы заслужили. Мы, блядь, заслужили, мы под этим давлением уже второй сезон. С таким чувством все выходили на матчи, конечно, вначале мы были зажаты, и непонятно вообще, из чего мог прийти гол. Национальное напряжение, туда-сюда. Ну, куйка в центре поля, бам-бам, бам-бам, бам-бам. И потом мяч у них. Они вроде как-то там куда-то проходят дальше, грини, невероятно, какой-то там пяткой выбивает мяч. Да, во-первых, Касанин дает это на Алишера, и он бьет этот удар, и как только мяч начинает лететь, я знаю, что это гол. Блядь, я убью, блядь! Блядь, понял? Я вот он ударил, а я даже не смог понять, что он ударил, даже когда гол он забил, я вот так сижу, у меня как будто в другом пространстве, думаю, что вообще, типа, какой-то гол, блядь, у меня вот эта траектория, и как тип падает. Я понимаю, я начинаю понимать, что я должен реагировать на гол, но у меня не доходит осознание. Это какая-то невероятная хуйня. И только потом, блядь, и реально, когда матч закончился, я понял, что тип 57 метров воткнул нахуй. Вы посмотрите на динамику этого мяча, это никакая не случайность, мы можем показать вам. Он забивал замкал против там, забивал Амкалу за там Аджунта. Он даже в какой-то там товарищеской игре Амкалу тоже с Антрополя попадал в Перекладину. Он бил в нашем первом матче зря, когда тоже летело, просто бы правее залетело. Мы с ним общались до матча, говорили, я ему говорил, я говорю, блядь, алишер, ты же помнишь после первого, то, что он далеко, он говорит, конечно, помню, блядь, я буду бить, блядь. Я буду бить, он поднимает, видит, он еще поднял, когда только давым упаздывал, что тот вышел, еще раз посмотрел. Ну, и, ребят, чтобы так ударить, тебе ебанутая мощь в ногах нужна. Это камень, то есть мяч не летел вот этой, не подрезкой верхом, не как-то вот крученым. Он летел, вот как бьют на колбол. Просто прямо вот так? Да, просто прямо вот так. И здесь кажется, что там Сухоносов ошибся, что мяч рядом с ним, нет, мяч его уже перегнал, и потом уже влетел в ворот. Мы отработали первый матч, ушел три часа, мы приехали за два часа до матча, в общем, часов восемь не ели, и тут, наконец-то, Деливери подъехал. Мы сидим там, уплетаем Ростикс, и в этот момент трансляцию смотрим, в этот момент Бама, Лешер, там все, уааа, у кого-то там повылетало изо рта, все, ну, было бы полмиллиона пока. Лучший, ну, сложно придумать. Но Балкашая в прошлом финале мог бы с ним посоревноваться по статусу, значимости, по важности, конечно, да. По важности и по красоте тоже, в одно касание с углового и гиппопонита. Правда ли что, если ты выиграешь 500к, ты проставишься команде? Да, 250 проставишься команде, сто процентов. Накрываешь стол, да? Да, конечно. А когда не накрывали? Гаджишка делаешь? Там Гринвуд отнял, дава отдал. Ладно, Гринвуду сто, дави сто, и мне 300 за то, что я могу рубить в центре. У меня диски поцарапаны, блядь, я машину четыре раза попросил. Ну вот, а ты знаешь, он прям на полном серьезе подумал, что так и будет. Бля, хотя да, Лишон, короче. Я это слышал. Все, что я думал? Что? Я забираю. Ну вот, и, конечно же, Родина Медиа, представьте, какие они, товарищи, смешные в каком-то степени, потому что Будак, Текилы на полном серьезе орали, что там был какой-то фол, когда Гринвуд сыграл в мяч, и говорили, что гол, типа вы лохи, вы забили нам, что вы забили гол с фолом. Вы что, издеваетесь, что ли, друзья мои? Вы реально, вы гол с фолом? Вам гол забили с 57 метров. Я понимаю, что там, если бы гол забили, там кто-нибудь рукой в штрафной сыграл, вы могли бы что-то такое сказать. Вам забили гол с 57 метров. Пацаны, вас выбили, забив гол с 57 метров. Что угодно говорите, это пиздец. Я знаю то, что вы проснулись, посмотрели, я знаю то, что и сейчас вы смотрите, вам забили гол с 57 метров. Еще раз говорю, вам забили гол с 57 метров. Сразу же, сразу же, у нас самый опасный, второй момент получился. Он пробежал по флангу, мы бежали с численным преимуществом. Честно, ну не разобрались. На суматохе неправильные решения, я думаю, там нужно было, возможно, смещаться самому, как-то давать более четкий, акцентированный прострел. Но у нас был реально голевой момент, сразу после того, как они развели мяч. Больше говорить о футболе, ну прям вообще практически нечего, но, наверное, за исключением того, что все рубились. Жекичу в одном моменте попало там в колено, точнее, колено там чуть выгнулось. Все прибежали, у меня там кроссовок даже слетел, пока к Жекичу бежал, и орали мы одно и то же, Жекичу, типа, Жека, без тебя вообще никак эта игра, вообще без тебя никак. Жек, если можешь, терпи, ты важнейший человек в этом мире, Жек. Ты важнейший... А как еще без него, если человек выиграл все верховые единоборства, почти вот Митрия Тарасова, из которого вообще не обыграл никто один в одного, который просто выстелил весь этот матч, и... Так играла вся команда. Ребят, вы просто понимаете, мы играли в трех составах практически. У них меняются постоянно фланги, Мушвик, но если Мушвик идет, покачиваясь от усталости, то вы представляете вообще, что там за горячая точка была? Киря как там уносится? Киря, у него уже задняя просто умирала. Васильич, ну, про Васильича подвиги вы понимаете, там отдельная книга будет в конце его завершения карьеры в медиафутболе, это будет лет через пять, судя по всему, потому что у Васильича каждый матч последний, и каждый матчер по 90 играю, да. И отказывается меняться. Он говорит, мне пиздец, его через минуту меняют. Не, 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 мне нельзя, да. Во втором тайме тоже особо нечего вспомнить. Да, у нас у Макса Майровича был такой полумоментик, когда мяч летел на угловой. Был момент, когда Прокоп бил в дальнюю девятку, там Коля Зириков потащил. Коля Зириков меньше всех в этом сезоне пропустил вообще во всем медиафутболе, и я думаю, что сейчас даже вопросов вообще нет, кто может претендовать на титул лучше вратаря, но не хотелось бы сглазить. Тем более, что Коля в одном из эпизодов нас дико напугал, когда в наши ворота залетел вот такой гол. Ситуация с Прокопом. Еще одна подача, Тарасов выше остальных, но здесь Зириков, ему лишают, и мяч попадает в ворота. Бля, это чувство. Эу! Эу! Ну и, собственно, там никто не скажет, что это 100% гол, все говорят о том, что это фол, даже вот сам Хантер подтвердить. Я рассматривал эпизод и с Жилинским разговаривал. Допустим, судьи РПЛ говорят, что, ну, наверное, подали, а возможно, нет. Коля Усипова говорит, что, на мой взгляд, не было фолу. Если так вспоминать момент, когда Холю посмотрел, обычно, что делает в этом эпизоде, когда мяч влезет? Он сносит из своих и чужих. Я, как бы, ну, чтобы башку на месте оставить, успел повернуться, посмотреть, и все на повторе прекрасно видно. Вот, и в этот момент начинал уворачиваться. Я думал, он выходить будет. Следом, основной вступил в борьбу Давыд. Вот, и получилась такая коробка своего рода. Ну, ты, короче, считаешь, что все равно основания для фолла там были, естественно? Так или иначе, сбоку вратаря. Вот я, когда вижу повтор, я вижу, что вратарь стоит на ленточке и происходит контакт с нападающим. И я вот знаю с детства правил, что именно в вратарской зоне вратаря нельзя блокировать и толкать. Ну, даже корпусом. То есть, тогда мои мысли правильные были? Такое есть еще правило? Давно такого правила нет. Типа, площадь ворот, это как мы называем вратарская, она площадь ворот в правилах называется. В ней, она создана для того, чтобы, в принципе, из нее удар от ворот и разные штрафные удары, то есть, только для этого производить. Вот, но в целом вратаря, вратарь по-другому же ведет единоборство и с ним по-другому тоже можно вести эти единоборства. И нельзя, вот выставил Хантер руку вот эту в грудь, не дал ему, грубо говоря, выпрыгнуть. Вот, и только из-за этого. Так, если бы просто они где-то, там, Давыд же толкал Хантера немножко, если бы он просто в него уперся, другой момент был, он выставил руку против вратаря, так играть нельзя. Тем более, я скидывал моменты некоторым судям в примере лиги, и они тоже сказали, что так же, момент не очень приятный, но тоже бы отменили этот гол. Началась, такая была первая стычка, хотя первая стычка еще была в конце первого тайма, когда Володя XXL там что-то оскорбительное в нашу сторону, там говорил, там что-то караси, как обычно, там цыганки, мат, что-то там про женщин, про каких-то там, про бровков, что-то говорил, а потом еще обиделся, когда его просто назвали наркоманом, при том, что он врал, а мы ему сказали правду. А Володя, если ты не хочешь, чтобы с тобой разговаривали, закрой свой рот и вообще не смотри на тех людей, которые находятся на другой бровке, потому что ты и командой своей не управляешь, и в футбол не играешь, и просто находишься на бровке, как некая шавка, и знаешь, вот шавка, пусть она молчит, если не хочет, чтобы с ней общались, с тобой с удовольствием никто общаться не будет, но если ты будешь пытаться что-то вкинуть, тебе ответят, вот и все. И здесь произошла стычка, когда я побежал показывать судье, чтобы он посмотрел на монитор, что был фол, зачем-то в меня по-хоккейному влетел в текила, пытаясь меня толкнуть, видимо, в какой-то вымышленный борт, влетев там куда-то плечом мне в грудь. Логика была моя простая, еще во время матча говорил, что нужно быть как советскими хоккеистами, которых, если бьют или толкают, лучше упасть, не отвечать и дождаться, пока соперника удалят. Дима Жежелинский решил не показывать карточку. Логика была такая, либо он удаляет меня типа и текилу, либо ну все, эпизод замяли. Я просто подумал, логика такая, что, ну не дай бог его там не удалят или скажут, что вот вдвоем не буду ничего делать и у нас сгорит челлендж, надо сказать, что там вот ребята из рехап-медиа в первом тайме взяли вообще ни о чем челлендж, он у них сгорел, они потом его не могли брать. А ты сам знаешь, ну как это может повлиять на игру? Поэтому ну нелогично было. Да даже если бы ударили этого текилу, нам наоборот возможно плюс, что он на бровке стоит, но он хрень вкидывает. Я уверен, что футболисты не могут быть мотивированы тем, что человек там в кругу кричит, кричит наша концепция ебать броуком. И с Игорем еще после первого матча я общался по поводу Чихачехина. Я говорю, ну подумай, потому что пацаны все говорят, что Витя в буллитах реально сильный. То есть против него сложно. Да и надо сказать, что он СКА выиграл. Ну и знаешь, вот есть понятие какого-то сюжета, сценария. Ну как будто бы вот этот парень Витя, как будто бы для этого момента вот он создан и как будто бы он выходит. Ну знаешь, когда такое происходит, ты понимаешь, что судьба на твоей стороне скорее. Ну да, и еще суть в том, что мы все-таки разговаривали о том, что у Коли за время игры забиваются ноги, а здесь ты выходишь как будто вот для тебя типа главное, что-то, главное событие. То есть у Коли ты уже сыграл матч, сыграл блестяще, а здесь выходит чел еще с историей, что он типа вышибал ночного клуба. Он всегда стоит в том моменте там где-то на дверях и должен вышибить там типа кого-то, выбить. И вот так вот он должен был типа выбить эту родину медиа из МФЛ. И все, начинается серия по леталити. И первый пулит Витя просто пускает как лох, блядь. Вообще не длинный возле. Реакции, блядь. Он просто вошел встал на пулит. Он просто встал на пулит. Баба, блядь. Ну, знаешь, я думал нормально, надо просто войти. Я боялся, чтобы он не задезморалился. Потому что понятно, для вратаря, наверное, такой пропустить, когда ты не среагировал странно. И тут Табрик выходит. Я сразу Табрика, мне понравилось, как он исполнял. Я говорю, так, Табрик, тебя включаем в этот поезд, будешь бить пулит. Типа все. И он раскачал, ушел, маленькие ножки. Я думаю, на поле самый сильный в плане дриблинга Табрик. Раскачал, забил. Потом Маляр. Маляр просто под перекладину. Опять дезмораль для Вити. Вообще не берут. По центру. По центру ударил. Тоже, надо сказать, булиты по центру. Очень мало кто бьет. Он прям смело по центру дал. И дальше, конечно, не, ну, сам эпик ножики. Чего? И на черном. На черном. О, говорит, я что-то бегу, смотрю, вратарь, вышел, деваться некуда. И просто, я знаю, смотрю, и вот он в жвачку попадает, и дальше катится. И ты не понимаешь, в какой скорости он в моменте катится. Хватает скорость или не хватает. И когда он туда залетел, и рядом со мной Сергей считает, он говорит, ну, блядь, когда такое засасывает, ты уже проиграть не можешь реально. Я тоже в этот момент подумал, и я побежал за ворота, прям за ворота, где фанаты стоят. Я говорю, Витя, Витя, он такой, что? Я говорю, Витя, блядь, я говорю, что? Я говорю, неси, похуй, что хуйню пропустил. Неси, все за тобой, вообще не парься, вообще похуй, просто бери. И просто вот таким зрением смотрю, там, ча, ча. Это гений, натуре. Вот Витя заклачил в самый нужный момент, дальше он пенки отбил. Дальше он, это взял он первую пенку? это взял он первую пенку. Потом, да, вот тут же в своем стиле пенальти. Ну, спокойно, да, вот капитан вышел, там вообще железобетонный уверенность. И потом выход один на один, где Прокоп выходит, ему кричат, что-то там про словно БКВГ, что он крашеный. Прокоп выходит, Витя вылетает из ворот, и Прокопу как будто уже ничего, нечего делать, он так же пытается вспомнить, как в прошлый раз дальний угол. Витя отбивает, я понимаю, что у нас теперь, нам достаточно забить один, у нас три матчбола. И вышел Гео, и Гео, ну Гео Калину Малину откровенно сделал лютую, блядь, там что-то на камень, я подумал, все, блядь, пожалуйста, давай без подъема в жизнь. И я просто в этот момент смотрю, у меня все сфокусировано, на этом пенальти Вити, и я смотрю просто этот удар, и я вижу, что Вити уже там. «Поделение, да, 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 да. Одессовский хуй, блядь. Я лежу, думаю, слушай, думаю, а как вот люди после побед плачут? Вот я не могу после побед, типа, ну, у меня нет эмоций, ну, типа, ну, я рад, типа, сложно было, но, там, все равно улыбка какая-то, просто, ну, каких-то команд все рыдают. Может, еще не та победа, как бы, те победы еще впереди, когда поплакать можно будет, здесь конкретно, вот, я бы сказал, это даже не какое-то вот, это даже не счастье от победы, это счастье от того, что вот этот прищ, блядь, это конкретно огромный нафурунку, блядь, вся эта ситуация, он, блядь, лопнул, он тебе какую-то свободу внутри дал, и понимание того, что ты реально можешь в очень важный, нужный момент, то, о чем ты говорил, какие матчи важные, типа, выигрывать, самые жесткие, и вот конкретно в твой запрос это ударило. Сам факт, что мы в полуфинале, и теперь нас ждет поездка в Екатеринбург, где Розина рикнули из Амкауна. Я, да, покинул Амкауна, ребята, надеюсь, все из АМФЛ не вылетим там, тем более за один матч сложно будет спутиться. Слушай, на этом Амачи с Родины Медиа все, запишем скорый ролик, как мы готовимся к файтнайтс, ну и смотрите наши стримы. Всем пока!